В Ордовском мчатся санки прямиком, поворот усадьбы Горки, сад подворья, белый дом. А точнее, бело-жёлтый. Действительно, основное здание за поворотом. То есть ворота, аллея, сам особняк боком. А фасадом смотрят с Горки на деревню Горки. Поэтому попадают сюда будто с чёрного хода. Этот объект не экспонировался ранее, тем более в советское время. Это ещё один вход в усадьбу Горки. Подземный, который использовался для кухни. К нему несли горячее для самой богатой женщины Российской империи Зинаиды Морозовой. А позже для Ленина. Но даже тогда Морозова была жива, оставалась в России и обитала в московской квартире. Овладела вдова мецената Савва Морозова поместим всего-то 9 лет. Но именно Зинаида Григорьевна наняла архитектора Шехтеля для его реконструкции. При ней появилось электричество с автономной электростанцией, водопровод, канализации. И чего не было ни у кого. Телефон. Вот первый Эриксон и следующие модели, прям как сейчас, «Хочу новый смартфон». Поэтому здесь и поселился Ленин. Благодаря тому, что здесь жил Вадим Ильич Ленин, всё это и сохранено практически в нетронутом состоянии. То есть он делал какие-то распоряжения. Да, есть письменные свидетельства тому, что он хотел, чтобы всё это было нетронуто. Здесь нет давно пионерских и комсомольских экскурсий. Это музей ЭПО. Но в дом, где жил и умер Ленин, всегда охотно приезжают из страны, где социализм и коммунизм стали основой благополучия. А многие в Китае знают, кто такой Ленин? Конечно. Вы знаете? Да, да, да. Процент 90 всё знает. Важна наглядность. Где спал, где принимал душ, где и как умер. Обязательно фото по смертной маске и посещение гаража. Ведь там неизбыточная мечта компании «Роллс-Ройс», которая так и не смогла его выкупить. Колёсно-гусеничный «Роллс-Ройс» Ленина. Обслужен, готов к выезду. И всегда интересно любому посетителю бытовые истории. И снова Твардовский. Тот вздохнул, пожал плечами, лысый, ростом невелик. Ленин просто отвечает «Ленин, тут и сел старик». Ленин и печник, правда? Или идеологически причесанный миф? Раиса Петровна, внучка крестьянина Шульгина. Нет, нет, на самом деле всё было. Он пришёл со слезами. Это вся деревня переживала за это. Вдруг его и посадят в тюрьму из-за этого. Он реально обложил самого Ленина? Да, по-русски там как отругал, да. Казалось, что революция, пройдя повсюду, словно обогнула горки. Здесь так и работали цветочницы, конюхи, кузнецы. А после смерти вождя стал создаваться сакральный образ. Этот ранний, Ленин в октябре. А этот один из поздних в исполнении Лаврова. Или совсем короткий, но пронзительный у Михалкова под музыку Артемьева. И тот, кто строил новый мир, решал, что сохранить от старого. Сохранилось мало. А таких поместьй, как горки, пожалуй, и нет вовсе. Продолжение следует...